Повесть судьба о родителе моих Отец мой, Фёдор Лукьянович Кашлев, родился в селе Чурюково Тамбовской области 2 февраля 1908 года в семье Кашлевых Лукьяна Васильевича и Матрёна Антоновна, урождённой Чернышёвой. Он был у них вторым ребёнком. Первой у них в 1905 году родилась дочь Матрёна. Семья жила в постоянном трудовом ритме, и всё бы ничего, но в 1914 году началась Первая мировая война. Лукьяна забрали на фронт, и в этом же году пришла похоронка о его гибели. Бабушка моя, Матрёна Антоновна Кашлева, осталась одна с малолетними детьми сыном Фёдором 6 лет, будущим моим отцом, и дочкой Матрёны 9 лет. Горе и нужда сразу в их доме поселились. Дед моего отца, Василий Фёдорович Кашлев, занимался кузнечными делами, разъезжал по деревням, собирая заказы на кузнечные работы, приторговывал при этом разными железно-скобильными поделками, получал приличный по тем временам доход. Он имел четырёх детей, сыновей Афиногена, Ливона, Лукьяна и дочь Авдотью, Дуне её все звали. Всем детям своим он сумел построить избы, помог обзавестись хозяйством. При его жизни все они были более-менее устроены. Старший сын Афиноген ездил с отцом по селам. Видно, он расторопный был мужик. Его способности, трудолюбие и ловкость заметил Павлович, управляющий спастским имением барина Белозёрова, и пригласил Афиногена поработать смотрителем стада крупного рогатого сгода, то есть по-современному фермерам на хуторе в трёх километрах от села Спасской Тамбовской области. Афиноген, видимо, очень хорошо работал и к начале 20 века имел уже собственные стада и собственные хозяйственные постройки, дома. Что у него не было, так это детей. Как он говорил, Бог не дал. Поэтому взял он на воспитание из села Спасской мальчика-сироту Андрея. После гибели младшего брата, Лукьяна, он пригласил к себе его жену, Матрёну с детьми, к себе на хутор. Так мой отец Фёдор Лукьянович в шестилетнем возрасте попал на хутор к родному дяде. Хутор так и назывался – хутор Кашлев. Мальчики Андрея и Фёдор хорошо сдружились и были друзьями до самой кончины Фёдора в 1970 году. Андрей впоследствии стал Андреем Андреем Жалнин и служил в органах госбезопасности. Он часто рассказывал подробно о жизни хуторян и особенно о дядьке, о Финогене. Он по его рассказам своеобразный был человек. Строгость его перемежалась иногда с любезностью и добротой. Непредсказуемым поведением отличался Финоген Васильевич. Работал много и хозяйство, конечно, создал образцовое. В основном мясным скотоводцем занимался. Избывал продукцию по округе вплоть до Москвы. Он собрал всю родню на хуторе и организовал хозяйство на семейном подряде. Дело хорошо шло. Трудолюбивый барин, звали его в крестьяне, довольно грамотным был. Любил в шахматы играть по праздникам. Для этого приглашал батюшку священника из Спасского. Как правило, его обыгрывал. И довольно выигрышем отвозил папа сам в Спасское. Но однажды проиграл. И поп позволил себе высказать Финогену порицание какое-то. А Финоген ему топай домой пешком, отец. Батюшку урок усвоил и стал при игре специально проигрывать. А Финоген заметил это и говорит папу. Вот что, святой отец, если проиграешь, пешком до дома пойдешь. И как батюшка потом не старался выиграть, все равно пешком частенько уходил. В полутора километрах от Кашевского хутора располагалась деревня из 50 дворов, образованная поселенцами из больших сел Тростиной, Старой и Сеславиной. Среди переселенцев были и мои дедушки Иван Егорович Козлов и бабушка Мария Ильинична Козлова, родители моей будущей матери Козловы Натальи Ивановны. О них у меня на портале Прозру опубликован отдельный рассказ Рыжуха и бабушка. Деревню сначала называли Сеславинские Выселки, а потом просто Сеславина. Деревенские Афиногена стали называть просто Финайон Васильевич, в семье его звали Феней, а жена Анисия Виногуткой, а хутор Кашеву прозвали Финайонов хутор. Отцу моему с раннего детства пришлось трудиться под грозным надзором дяди Фени. По рассказам Андрея Андреевича Жолнина, он был очень суровый дядька и за малейшей провинность жестоко наказывал. Дети его всегда боялись, но ведь это же дети, им всегда хотелось поиграть в свои детские игры, а их заставляли как взрослых работать, пасти скот, заниматься другими хозяйственными работами. На игры детские времени не было. Андрей рассказывал, что им, как и всем детям, в их возрасте всегда хотелось побаловаться, как говорят. А когда баловаться-то, когда постоянно чем-то серьезным заняты. Вот мы однажды и придумали, бедокуры были, привязали к хвосту теленка пальтушку за рукав, и давай ездить на теленке-то. Как на грех дядька-то рядом оказался, увидел, и Федя так в ухо дал, что он неделю слышать ничего не мог. «Меня не тронул», — продолжал Андрей. Мать Федина на дядю обиделась. «Чужого Андрюшка-то не наказал, а родного племянника избил», — жаловалась она. А дядька прикрикнул на нее. «Замолчи», — говорит. «Что мне чужого малого-то наказывать? Какое он мне делал, кем он вырастет? Мне важно, мой племянник кем станет. Я его учить должен». Он постоянно наказывал бедного Федюху за любую, даже самую малую провинность. Федор поэтому дядьку не любил. Но Афиноген все-таки племянника в школу возил. Поселок Александр-Невский за 16 километров от хутора. Хотел, чтобы племянник грамотным был. «Андрюшке тоже хотелось с Федей в школе учиться, и он просил дядю Феню вместе с ним в школу-то возить». А Афиноген в ответ еще захотел. «Стал быть, мой племянник будет как босяк, а босяк будет как мой племянник. Скажи спасибо за то, что в тепле живешь и хлеб ешь». Так-то есть. И Андрей в школу не возил. Но желание учиться у паренька было, и он при всяком удобном случае старался вникать в Федя на учебные дела, делать с ним домашние задания. Федор ему охотно помогал. Федор рано проявил способности к музыкальным занятиям. С детства хорошо играл на балалайке, которая ему от родного отца осталась. Дядь Феня, видя такой интерес племянника, купил ему русский гармонь. «Учись, Федька, может, польза будет», – сказал он, вручая племяннику свой подарок. «Так бы устоялся уклад жизни на Фенаенном хуторе все. Обитатели его свыклись друг с другом. Дети старались не бедокурить, не попадать под горячую руку. Но смутное время начиналась. Революция, гражданская война. Афеноген нутром, как он сам говорил, почувствовал тревогу и опасность происходящих событий. И стал потихоньку свертывать свое хозяйство. Продавал скот, землю, луга. Все продавал только на золотые деньги. Куда они потом эти деньги делись, никто из родственников так и не знал. А после бегства Спасского барина Белозерова, из именито и отъезда его управляющего Павловича в Москву, Афеноген начал интенсивно ликвидировать свое хозяйство. Покупатели всегда находились. Люди еще верили, что все успокоится и опять будет спокойная жизнь. Умер Афеноген Васильевич в 1926 году. От сердечного приступа. Не смог пережить разорение хозяйства, в которое он столько труда вложил. Его жена Аниси подалась на богомолье и из хутора куда-то ушла. Ушла. Говорят, что она и вырученные деньги от распродажи хозяйства забрала. Это было похоже на правду. Денег этих потом никогда никто не видел. Хозяйствовать на хуторе стала моя бабушка, Матрена Антонна Кашлева. Правда, по словам Андрея Андреевича, хозяйствовать-то уже было нечем. Три бревенчатых дома, надворные постройки, две лошади, пара коров, гусь, куры и т.п. Вот и все, оставшись хозяйства. Федор помогал матери в работе, но ему уже исполнилось 18 лет. И он стал задумываться о своей дальнейшей личной жизни. В деревне ему девица приглянулась, моя будущая мать Наталья. Он хороший гармонист, она хорошая певица. Как говорится, спелись. Можно и свадьбу о свадьбе подумать. Но тогда еще строгие домостроевские правила были. Отец Натальи Иван Егорович Козлов согласен, дал выдать дочь за одного из трех братьев-сиротиных, из работящей деревенской семьи. Нравились они все ему. Он был против дружбы Федьки с Наташкой. А Матрёне Антоновне, матери Федора, хотелось его послать доучиться, доучиваться. Дочь-то Матрёна в Москве на учитель учится. Раньше ее называли, Ренни стал себя называть, а не Матрёной, как в деревне ее звали. Мать ей гордилась. «Хочу, чтобы ты человеком стал», — говорила она сыну. И была категорически против женить бы Федюшки на этой деревенской девке. А Фёдор отстаивал свое желание. «Хочу жениться» — и все. Тогда мать привезла ему богатую невесту из соседнего села. «Да, вот тебе женись, Фёдор». Ее прогнал, и матери прямо заявила, только на Наталье Козловой женюсь. Тогда поедешь учиться, не поеду. Собрались все, кто на хуторе был, и стали Фёдора уговаривать. А он на печь русскую залез, и ни в какую. Мать его чепильником оттуда. «Слезай, я кому говорю». Он в ответ. «Я взрослый уже мужик. Шо вы ко мне все пристали?» Тогда все решили стащить его с печки. На бровке, дымоход у русской печки такой, лежал револьвер. Все-таки хутор далеко от селения, и на всякий случай его в свое время приобрел Афиноген для самообороны. Вот этот-то и пистолет и схватил Фёдор. Да как жахнул поверх голов всех к нему пристающих, так их всех ветром сдуло, разбежались кто куда. После эту фичку все оставили в покое. Время тревожной в стране вроде как закончилось. Жизнь поспокойнее стала. Можно и личную жизнь как-то налаживать, начинать. Но оказалось, сделать это не так просто. Наталью никак за него отдавать не хотели. Отец её, Иван Егорович, уговаривал дочь замуж за этого вертопраха, Фёдора Финаенова, не уходить. Что за работник такой, говорил он. Все люди на работе делом занимаются, а он в рабочее время по посёлку шатается на гармонии, играет. Пропадёшь ты с ним. И невдомёк Иван Егорович было, что Фёдор-то специально ходит, чтобы как-то с Наташей встретиться, всерьёз договориться о совместной жизни. Наталья тоже хотела встретиться с ним и сказала отцу, хочу замуж за Фёдора, благослови папаня. Но отец ей, за сиротина пойдёшь, и всё тут. Она в ответ, не пойду, только за Фёдора пойду. Запер отец дочку-то в горнице на замок и не выпускал, чтобы дурь-то любого не из неё из головы вылечила. И что вздумала? Отцу перечить! А тут братья сиротина Фёдора преследовать начали. Били не раз, чтобы к Наташке не лез. А однажды подкараули его у дома и начали втроём избивать. Хорошо Иван Егорович в это время на лошади подъехал, в нутом разогнал всех, а то б неизвестно, каким бы увечьями для Фёдора закончилось это избиение. Узнав об этой драке, Наталья, сумев открыть окно горницы, ушла на хутор к Фёдору сама. Встретили её там в штыки, но Фёдор на радостях так заикнул на всех, что сразу все притихли. Фёдор всем на хуторе показал, кто в доме хозяин. Спасский священник хорошо Фёдора знал и обвенчал в церкви села Спасского раба Божий у Фёдора с рабой Божьей Натальей и объявил их мужем и женой. Было лето 1928 года. Хутор жил, как растревожный улей. Каждая семья хотела из общего хозяйства что-то своим объявить. Негласный делёж, постройк, скотин и прочего скарба проходил потихоньку, без споров и скандалов. И тут вдруг ни с того, ни с сего хозяин Фёдор с молодой женой объявился. Все притихли, и жизнь опять пошла вроде как своим чередом. Но Фёдор чувствовал общее недовольство и в особенности просто враждебное отношение к жене сына со стороны Матрёны Антонны. Привёл нищенку из старчего дома ворчала она. Отец ей в ответ «И мои не господа, не мешай нам жить, мать!» Иван Егоров в конце концов смирился и посоветовал Фёдору переехать в посёлок. Фёдору идея пришлась по душе. Общество Сеславянский нарезало молодожёнам земельные на дел одну десятину один и одну десятый гектар, как у всех селян. Участок оказался почти напротив огорода тестя. Фёдор был доволен. Надо было дом строить. А пока решили засеять весь отведенный на дел овсом, чтобы не пустовал. Зря овёзд всегда ведь лошадям-то нужен. А без лошадки-то какая жизнь на селе? В июле 1929 года у Фёдора с Натальей родился мальчик Валентин Фёдорович Кашлев. Это автор рассказа. Надо серьёзную жизнь семейную организовывать. Фёдору при дележе досталась большая пятисенная изба, которую разобрали и привозили на хутор в посёлок. Больше всего радовался мой дед Иван Егорович, что зятю при дележе лошадь справная досталась. Дед знал толк в лошадях. Стройка дома с трудом шла разобрать, перевестись, снова построить дом это не просто трудно, очень трудно. Хоть и помогали поселковые мужики, потребовалось больше двух лет непрестанного труда, да и то не до конца все работы были закончены. И всё-таки Фёдор был доволен. Дом готов, можно переезжать, жить. Хороший печник с соседнего села сложил замечательную русскую печку, да ещё с огнеткой, то есть с печуркой, в которую вмазана железная плита с двумя комфорками. Печка получилась, как рассказывала мать автора, сказка, а не печь. Тяга хорошая, топишь и радуешься. Переехали Фёдор с Натальей в свой собственный дом с двумя детьми, сыном, автором рассказа четырёх лет и дочкой Машей двух лет, родившейся 5 февраля 1931 года. И началась у них счастливая семейная жизнь. У них была лошадка, была коровка, отец с матерью дали дочке пяток овец, десятка два кур, жизнь налаживалась, живи и радуйся. Но не тут-то было. Пару лет они прожили, трудом своим устраивали свою жизнь, а потом пришли люди и объявили об организации колхоза в посёлке и потребовали отдать лошадь в колхоз. Переживали, но отдали. Пришли другие представительные люди, отрезали больше половины огорода, переживали, но пережили. Опять приспособились к колхозной жизни и стали ходить работать в колхоз. Привыкли, опять жизнь как налаживаться начала. Но пришла тройка представителей трудового народа с постановлением о раскулачивании семьи. «Да какие же мы кулаки!» в один голос закричали Фёдор и Наталья. «Мы колхозники, лошадь в колхоз отдали, огород половин колхозным стал, батраков у нас нет, какие мы кулаки-то, это ошибка какая-то». А старший из пришедшей тройки объявил, «Вы кулаки и есть, весь дом-то железом крыт, мы имеем распоряжение дома у вас кулаков отнять в польз стругящихся». Пришли мужики и стали дом ломать. Кровлю железную ломами корёжили, дед мой возмутился, «Что ж вы делаете-то, кровлю-то зачем портите?» «Оте, а что, Иван Егор, жалко?» «Зачем же добро-то портить?» ответил дед. «Не жалею, отец, это добро теперь не твоё, услышали в ответ». Вот так мои родители опять оказались у разбитого корыта. На их жалобу через год пришла откуда-то сверху бумага об их неправильном раскулачивании и предписании местным властям вернуть незаконно отнятый дом моим родителям. Но практически выполнить это было невозможно. И работа населево моих родителей на этом закончилась. В посёлке ходили слухи, что к раскулачиванию Фёдора с Натальей приложил руку некто Тульский, за которого мать моя не захотела в своё время выйти замуж. Вот он ей и отомстил. Отец мой завербовался на работу по набору работников на завод АМА, ЗИС, потом ЗИЛ в Москве. Ему выделили комнату в бараке на 3-й Кожужской улице, и мать пошла работать оператором на ТЭЦ номер 1 с мазутным отоплением. И стали они москвичи. В деревню ездили только в отпуска. Закончил их сельская жизнь, разрушенная у них, выпавшая на их долю несчастливой судьбой. Они долго переживали, но время лечит, а жизнь заставляет снова приспосабливаться к новым условиям. Отец был даже рад, что попал работать на завод. Он сразу определился на учёбу в РАПФАК, проявил себя как человек, хорошо разбирающийся токарных и других металлообрабатывающих станках. Его назначили бригадиром, избрали в ряды ВКПБ, дали большую комнату в двухкомнатной квартире на втором этаже небольшого двухэтажного дома. В квартире был современный туалет, кухня с печным отоплением, ванны не было, приходилось ходить в общественную баню. Мы с отцом любили в неё ходить. Жизнь вроде как хорошая налаживалась. Мы, дети, я и сестра Маша, ездили в гости к тёте Рене на Большую Молчановку, недалеко от Старого Арбата. Она с бабушкой Матрёной Антоновной, своим мужем Юрием Николаевичем и их сыном, моим двоюродным братом Николаем, получили две комнаты в восьмикомнатной квартире, принадлежащей бывшим управляющим спасским имением барина Белозёрова Павловичу. Когда в Москве пошло уплотнение просторных буржуйских квартир, Павлович сам предложил бабушке с семьёй поселиться у него. Тёть Реню при рождении звали Матрионой, а деревенские её всегда звали Матреней. Это ей не нравилось, она стала называть себя Реня, а после окончания института по диплому и паспорту стала Раишей Лукьяновной Скородинской. Хорошая учительница была практически всю жизнь проработала заучим в престижной московской школе. Мы её всю жизнь звали тётю Реня и любили к ней ездить, но бабушка наша Матрёна как-то не очень нас привечала, мы это чувствовали, но это уже другая история. Жизнь наша стала входить в привычные русла, родители ходили на работу, мы дети каждый год всё лето жили у бабушки в деревне, золотое время было для нас. В 37-м году я пошёл в московскую 494-й школу в первый класс, все четыре класса радовал своих родителей только отличными успехами в учёбе, но не богато жили, но всего на жизнь хватало. Через два года в школу пошла Маша, а в 39-м году, 18 ноября, родился у нас ещё один член нашей семьи брат Слава, и не где-то в избе, как мы с Машей родились, а в престижном московском роддоме. Мама в церкви его крестила. Кто-то из рьяных доброжелателей в партийной организации на завод отца донёс эту новость. Отца вызвали партийцы, обвинили в политической неблагонадёжности и исключили из партии за то, что жену не мог перевоспитать. Какой ты стал быть партиец? Сосед наш по квартире час с отцом в шахматы играл, в дружбе с отцом был. Так он сказал после этого исключения, тебя, Федя, не за жену исключили-то, а завистников, видать, много появилось твоим успехом на работе. Отец ему в ответ, а нужна ли такая партия-то, в которой никто ничего не соображает? А мама ему, ты бы поменьше говорил-то, время-то опять какое-то непонятное. Родители, конечно, переживали, но продолжали работать, детей растить. Жизнь опять их трудами налаживалась и до 41-го года всех нас радовало. И вдруг величайшее несчастье для всего нашего народа война. И резко изменилась вся жизнь. Все подчинилось военному времени. Когда началась война 22 июня 41-го года, мама и мы дети вместе с ней были у бабушки деревни. Отец тоже должен был приехать к нам в отпуск. Мы ждали его к концу июня. Он, конечно, приехать не смог. Связи тогда у нас никакой не было. Информации тоже переживали все и дети тоже. Главный вопрос был, что делать-то, что предпринимать? Никто ничего ответа на этот вопрос не имел. Враг стремительно наступал, Красная Армия отступала, началась эвакуация из завода, техники, скота и людей в восточные районы СССР. Надо сказать, что в основном это проходило так организованно, что впоследствии могло развернуть производство техники и вооружений для фронта. Был эвакуированный завод отца ЗИС на Урал в город Шадринск Курганской области. Отец получил бронь от призыва в армию, был назначен начальником арматурного цеха сооруженного завода и выпускал по выпуску автомобилей ЗИС для фронта. Мы остались жить у бабушки с дедушкой в деревне Сеславина. Даже мы, дети, видели, как изменились люди на селе. Они стали серьезнее, а главное дисциплинированнее. Никто никогда не отказывался ни от какой порученной работы, хотя до войны это было в порядке вещей. Мужчин в поселке почти не стало, все на фронте, остались старики, инвалиды, работа, работали все от мала до велика, старики, женщины, и мы дети. Мама работала в колхозе, помню, мы так гордились ею, она всегда на работе была первая. На вязке снопов после прохода жнейки, это машина для козьбы зерновых на пароконной тяге, вязала по 11 копен, по 52 снопа в каждой копне. Это было в полтора раза больше, чем у остальных женщин. Бригадир всегда ставил ее в пример и говорил, эх, вот бы мне таких, бригаду, как ты, Наташ-то, ай, забот бы в хозяйстве не было. Мы с Машей в основном работали на прополке сельхозкультур, в огороде, ведь взрослых для этого уже не хватало. Они работали на других серьезных работах для нужд фронта. Уставали основательно, но все равно работ не бросали. На следующий год мне пришлось работать пастухом контрактованных телят, выращиваемым для фронта. Об этом работе у меня опубликован отдельный рассказ на портале проза.ру под названием «Я, Дед, Егор и Стада». Зимой мы с Машей ходили в школу, я в село Спаское в трех километрах от нашего поселка, а Маша в село Ивановское тоже в трех километрах от нашего поселка, но в диаметрально противоположную сторону. Ирония судьбы. Маше-то пришлось учиться в школе, сделанной из дома, отнятого у наших родителей. А немцы все наступали, подошли к самой нашей столице Москве. Настроение людей подавленное. Некоторые говорили, что, наверное, возьмут фашисты Москву-то. Но дед наш Иван Егорович, вот вояка, так уверен был, что немцев мы разобьем, он говорил, дули им они Москву. Не они Москву возьмут, а мы Берлин их захватим. Никогда немцы нас не побеждали. Когда немцу под Москвой разгромили и погнали их, дед с гордостью всем говорил, а что я говорил, разобьем мы немцев, зря они на нас напали. Кредкий мужик, патриот был. Правда, лошадей, когда на фронт отправлял, почти плакал. С каждой, как с родственницей прощался, и что-то каждый шептал, любил он их. В конце 42-го года мама трехлетней Славы уехала к отцу в Шадринск. А на следующий год в командировку в Москву приехал наш отец и забрал нас с Машей в Шадринск тоже. Так мы продолжали учиться, всем рабочим заводам были выделены участки для выращивания овощей, и мы с Машей полностью обрабатывали свой огород, выращивали картошку. Об этом у меня рассказано в истории моей жизни. Труднее всего отцу приходилось. Он работал на износ и иногда на отдых времени не хватало. На заводе много рабочих было. К работе привлекались даже пленные немцы и заключенные, в основном женщины. И что характерно, все были такие дисциплинированные и работали с полной отдачей. Работали все без отпусков и выходных. Редко были выходные но новый 1944 год мы встречали как все вместе отцу дали недельный отпуск. У отца хобби был ремонт часов. У него собралось для этого масса всевозможных мелких инструментов и наглазных лук. Перед Новым годом он отремонтировал маленькие золотые часики жене какого-то большого военного начальника. Куда этот начальник не обращался и никто их отремонтировать не смог. А бать мой сделал. За это ему презентовали большой кусок мяса и Новый год мы встречали по-царски. Больше всего отдыху отца радовалась мама. Я думал и говорила она что отец не выдержит шутка и два года без отдыха работать. Но несмотря на все трудности жизнь брала свое и 5 октября 1944 года у нас появилась Любовь Федоровна четвертый ребенок у моих родителей жизнь продолжалась. Да война это страшное бедствие свалившееся на наш народ. Вообще народное горе общая судьба было всеобщее ликование когда объявили о нашей победе об окончании войны. я об этом рассказал в истории моей жизни на проза.ру Итак окончилась главная беда в нашей стране насколько пришлось еще работать чтобы восстановить все разрушенной войной в родителей встал вопрос об устройстве дальнейшей жизни семьи семья большая стала шестера опять с нуля все надо начинать у бабушки большое горе дедушка весной сорок пятого года умер ей одной жить трудно стало надо ее к себе брать а куда где жить то где работать как выживать то глава кругом идет помог случай завод в шадринске был подчинен наркомату обороны для связи с москвой у него была мехмастерская в поселке Красково Московской области отца перевели работать начальником мехмастерской в Красково и дали хорошую двухкомнатную квартиру мы сначала переехали все к бабушке чтобы подготовить все бабушкино хозяйство к переезду в конце концов бабушка все продала весь скарб батя на двух студобекерах перевез в Красково а коровы мы привели в Красково пешком с дядь Колей решили что без нее жить нашей большой семье нельзя но Красково было временным пристанищем через год мехмастерские закрыли служебную квартиру надо было освобождать вот ведь судьба опять отцу головная боль не просто после войны устроиться на работу чтобы при устройстве еще и жил площадь сразу дали такой многолетной семье много сил отец положил чтобы устроиться на работу всех знакомых объездил наконец нашел работу в совхозе бережки солнечногорского района московской области директором совхоза оказался земляк посеславина гусев ты федес сказал он на зисе работал-то помоги вот трактор отремонтировать очень он в хозяйстве нужен никто никак не может его в дел пустить иностранный он фортзон помоги и батя этот трактор починил гусев предложил отцу должность начальника мехцеха совхоза и поселил всю нашу семью на брошенной военной точке деревянной и с беспечным отоплением мы все согласились дров сколько хочешь корову где выпасать есть сено ей готовят где есть правда далековато от совхоза почти два километра ну Маша ходить в школу два километра а мне в девятый класс только в Солнечногорске ехать за 18 километров от нашего дожилья и транспорт никакого только на съемной квартире жить но мы все были довольны и переехали жить на эту точку лес воздух красота но зимой вся наша эйфория закончилась сугробы холод удобство все на улице постирать помыться в корыте а учиться нам с Машей ходить как трудно было вдобавок летом 46 года пятый ребенок в семье появился Женя самый младший у нас брат после этого маме стало трудно справляться со всеми детьми и отец опять стал искать более подходящие условия для жизни он снова обратился к военному ведомству там вспомнили его и порекомендовали переехать в поселок Нахабино 34 километра по Волоколамскому шоссе и устроиться на завод СК и СД нас поселили в 30-ти метровой комнате в длинном одноэтажном засыпном бараке зимой 1946 года работа у бати рядом школа детям рядом корови мы с папой построили большой сарай в который можно было до трех тонн сена убирать и корови просторно и как в сказке говорят стали жить поживать и добра наживать больше из Нахабино мы никуда не уезжали отца пригласили как хорошо знающего токарные станки слесаря на экспериментальный ремонтно-механический завод РМЗ с более высоким заработком на этом заводе он работал до конца своей жизни паял резцы для токарных станков работа связана с кислотой чадом с окалиной вредная работа но хорошо оплачивался отец ее не бросал нам после войны жить было труднее чем даже во время войны в Шадринске мы были на квартире крепкого такого хозяйственного мужика у которого была лодка сеть и неот мы были всегда с рыбой и не голодали а в Нахабиной иногда бывало и отец все применял чтобы у нас все было часто рано рано утром уезжал до работы чтобы купить мясные кости на мяскомбинате там по 600 человек набиралось а бате как-то удавалось все быстро организовывать он машину разгружал с этими костями ему отпускали без очереди и сколько хочешь пока я в очереди стою он уже меня окликает поехали домой сынок находчивый оборотистый был мой батя в конце своей жизни сумел организовать двухкомнатную квартиру сам ее отделал выучил всех детей а у меня был на защите кандидатской диссертации когда ему на банкете после моей защиты дали слово как родитель он сказал я вас всех благодарю за то что вы дали моему сыну грамотность которую я сам по разным причинам получить не мог судьба мне этого не дала мне потом председатель учебного совета академик Василий Васильевич Вильямс сказал умный у вас Валентин Федорович папаша приятно было это слышать и я об этом батя рассказал думаю ему это тоже понравилось и вот пишу я и думаю действительно какой же отец наш был толковый человек несмотря на трудности которые ему судьба создавала он всегда находил выход из них и строил всю жизнь с пользой для своей семьи не озлобился сохранил жизнелюбие вырастил и воспитал пятерых детей все они получили приличное образование это не каждому под силу он имел ровный доброжелательный характер никогда ни разу на нас не повышал голос не накричал даже когда было за что ну и любили мы его все после переезда в Нахабино мы уже никуда никогда не уезжали отец говорил ну вот может теперь поживем работа работал на тяжелой с вредными условиями для здоровья работы но был доволен в свободное время любил играть шахматы с азартом болел за нашу хоккейную команду когда мы выигрывали бурно радовался по маминому выражению ну как ребенок прыгает до конца 50-х лет все равно трудно жилось всей нашей семье а потом мы с сестрой Машей после окончания учебы стали помогать родителям да выращивать наших младших братьев и сестру пока они сами не встали на ноги об этом я уже писал в истории моей жизни не баловала судьба моих родителей но ведь у многих в стране была такая судьба всю жизнь время трудное было вот у отца моего по рассказам Андрея Андреевича Жолнина детства не было чтобы жениться на любимой сколько пережить пришлось и женатым с матерью родной упреки постоянно были пришлось ему ее защищать по его словам переживалось за это всегда с большим трудом жизнь в деревне наладил лошадь отобрали дом незаконно отобрали в Москве устроился незаконный спарти исключили по глупому навету только от передряги пережил война затем неоднократные поиски работы вредные условия труда на последней работе кто это выдержит до 62 лет только сумел батя дожить от рака легких погиб мама пережила его на 22 года ушла к нему в 92 году в 1992 году последние годы ей неплохо жилось дети все выросли все устроены часто к ней приезжали и это эти посещения были для нас праздником она иногда говорила вот отец жалко не дожил поглядел бы на всех порадовался но не дал господь ни судьба перед кончиной отца мы как-то собрались за столом почти все его родные отец встал за нами расставил руки в стороны как бы нас всех обнимая я сделал фото этого события через два месяца его не стало а фото это опубликовано у меня в истории моей жизни в 10 разделе на prosa.ru можно посмотреть это на эту повесть тоже даны читателями рецензии их можно посмотреть на prosa.ru на странице автора в истории моей жизни и судьбе в конце повести судьба спасибо за внимание не работает придется так выключать до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...